Это уже 20 минут, кипячу её, а она не хочет. Попробуй ключ нагреть. Грел. Грел? Зажигалкой? Нет, спичкой. Ой, мальчик. Вай-вай. Минус 45, хонда. Как с куста. Не, не надо, не надо, сплюнь, Алексей, сплюнь. Тушу. Тогрел, заведу. Минус 45, хонда. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Что-то починку, а кто-то почесал, плетишко тоже, починку. Прям как у меня, только у меня похоже. Он держит издалека, потому что у него маленькая труба. Она дует более горячим, чем большая. Поэтому издалека дует. Только красочные покрытия не сплавить. Плавятся они очень быстро. И ручку вот эту. Что-то стечет ручка. Вытеки так сняли. Это Honda Civic. Не, не входит. Полчаса, да, греешь? Минут двадцать уже. А так температура минус двадцать на улице. Дверь уже горячий. У него тяга замерзла по всей длине. На Honda'х замерзает. Потому что у них вот эти резинки на Honda'х не очень плотные. Вот эти вот стекольные. И туда прямо протекает за стекло и на механизм. Тебе что будем скрывать? Кстати, я могу скрыть же ее. Я сказал, что если что, скроем всякие проблемы. У тебя и солдатика нет. Ты имеешь в виду этот? Ну. За ручку если дергать. Она на сигнашке же? С сигнашкой? С аккумулетом тоже стекло. Нет, у тебя ключ с сигнашкой есть брелок? Да, да, да. Значит дернется за ручку. А вот если сигнашки нет, то если заводская, то не дернется за ручку. Да. Да. У них что, одна дверь, все, замков. Я думал, с той стороны можно погреть, но лучше будет. Но если не вертится сама личинка, то попробуй ручку погреть. Прям под ручкой. Прям под ручкой? Да. Сейчас еще здесь не прогреешь? Нет, ну если у тебя не вертится замок. Дэн. А где там замок? Он уже горячий, Леша? Попробуй ключ нагреть. Грел? Зажигалкой? Нет, спичкой. Спички прям туда толкал. Да, да, да. В личинке. Короче, ты все делал уже, да? Да, уже все бежал. Ни фига не хочет. Ни фига не хочет. Что-то тоже не хочет. Не, ну я машину, конечно, кайфово поставил. Хер то про ей. Я уже тут согрелся с тобой, сам. Да тут же тепло тебе было. Ха-ха-ха. Тут же еще этот крючек. Парахлит. Сам корпус сломанный. Не боюсь сильно, чтобы он не сломался. То вообще-то не запустим. Придется отвертками, как 90-й. Плоскогубцами зажимали. Крутили. Ну то есть как, представляешь ей плоскогубцами, а крутишь плоскогубцами. Ну это понятно. Посмотрим сейчас. Успешиваем. Так, все. Пока лучше. Убираем. теперь надо сейчас еще будет теперь капот теперь капот отогревать мы будем не хочу я дрится давай будем заговорили а это так наверное задумано и вот почему аккумулятор сел да тут больше чем да только для этого то есть вот почему аккумулятор силу не да мы пришли аккумулятор так стоит вот так вот еще надо закручивать тут надо походу саморез ставлять большой ладно сейчас затянем это может специально открутили значок маленький обрезины уже где-то будешь отрыгнет отрагнет это шкан до минус 20 начинается от регионе сейчас все конечно вы говорите что не к минус 45 хонда как с куста все пишут что у них на северном полюсе хонды заводится четко четко как четкий приора главная машина обслуживателя закрываешь интересно вот так он большой полок конечно чем не закрыть их два можно если замок закусит а ты не будешь лопать а если я надавлю а можно прилегу посплю в общем смотрим как это делает Денис гофрочка у него супер мягкая я свою засовываю так раза в три дольше а маленькую видите как бах и все сколько мы поначалу спалили Дену здесь бамперов да не мы сюда это когда мы не убирали ни одного слава богу за всю мою историю фут-фут-фут постучать по деревянной голове ну у тебя все впереди а все впереди не не надо не не надо сплюнь Алексей вот сразу заработало как я плюнул сразу запустилось вот так вот дано большой преобразователь сколько у него ватка 600 ватт номиналка 1200 пики проводочки торчат лучше не трогать что поможешь тебе? нет нет ты всю его будешь закутывать? да нет да там просто видишь трусик идет сколько этот полок тебе вошелся тысяча рублей 990 рублей а тут 5 метров? 7,5 7 на 2 да помню что обычная не помню какая кто-то полок он 5 лет просто жил весь дыр не будет показывать а где брал? в этом тканевый завод первая индустриальная 9 по-моему вон один там тканевый завод сейчас там очень пацаны да он рассказал адрес это в Омске нас делают? да 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 в Омске в конце Омска огня о-па-па-па-па-па о-ля-ля нужно немножко не хотев да? ну да Дрык-дрык-дрык а потом пошла Своего хватило даже аккумулятора. Красавица. Ой, молодца! Самый любимый звук, скажи же, звук включения пушки. Да. Надо только сейчас еще девушке притянуть клемму. Именно тогда, когда она выключается, а не включается. Да. Что она сделала дело, гуляй смело. Ну и включается, когда тоже хорошо. Оп! Музыка запела. А она там заиграла. Танцуют все. Так это девушке, да, машину? Да, да, да. Что-то пока не будет. Ладно, пока будем смотреть. Все, работает. Ничтяк. Может, была там резьба сорвалась или что? Ну, там, блин, скорее всего надо было что-то по морению поставить. А может, просто раскручена была, да, скорее всего. Аккумулятор разрядился от того, что он не был при клемме. Да, и на него даже зарядка не шла нормально. Потому что клеммы откручены. Ну, поэтому... Конечно! Не просто педали нажимать! Вперед-назад ехать! Масло проверяли, да? Я как товарищ уходил. Ниссан приехал отыграть ингроун. Там товарищ, первая машина купил ингроун. Я подъехал и говорю, боже мой, хотел сказать, что за запорожец. Я говорю, тебе надо свечи поменять, а где, говорит, они находятся. Я говорю, ну вот катушка, а что такое катушка? И я когда упал, я говорю, чуп понял, ладно. Масло есть, да. Говорит, вообще не проверяла. Оно есть. Надо просто на выключенном проверять. Если бы там масла не было, то она бы это... Щуп бы даже не замарала бы, думаю. А так она распрыскала. И на щуп навела. И щуп полностью в масле. Что-то он спадывает. То есть ты дома его не слушаешь, да, отдельно? Нет. В машине все сотни. Уточил. Все мои рабочие инструменты сотни в машинке. Примерно вот там. А, да. По утру у тебя стекла тут, наверное, все вынеет. Ну вот вся машина вынеет, если бы была. Внутри, да? Внутри, да. Нет, нет, снаружи. Внутри нет. Тебя. Оно расстегивается. Оно расстегивается. Насколько тебе маленький хватает? Маленький? Да. Я ее купил сначала отогрева с конца октября. Вот еще. Ну не жалко ее. Выкидывать. Ладно. Все, ты поехал? Ну. Ну давай, если что будет, я тебя тоже. В Мазду, конечно, еще гонка-гонка. Даже не 90-х, а 80-х, ребята. Дэн, красава. Всего 1200 за мотор взял с девушки. Ну и за дверь столько же еще. Офигеть, дизайн. Круло видали. Вот так вот. Вот так делали машины. У меня люк, кстати, есть на крыше. Смотрите, таких не видел даже. Необычно смотрится. Примерно, как это. 99-я. Тут садик какой-то. Со снеговиком. И сразу и солнце, и луна. Время около четырех дней. Сколько времени? Время четыре часа. 15 минут. И луна уже видно. Вон. Абсолютно. Что ты хочешь сказать зрителям по поводу этой машины? По поводу ЦИИКа. Следите за аккумулятором, ребята. Не забывайте клеммы закручивать. Чтобы у вас не было, чтобы GPS потерялась. Кстати, да. Помыл. Внутри все стекло во льду. Вот у меня так внутри было переднее стекло. Я не знаю, у тебя там не было. Не, у меня нормально. У меня просто она такая прям. Нам здесь была сверху только. У тебя Toyota. Ну, лучшую Subaru скажу вам, ребята. Я вот ездил на Imprese. Пересел на Priora. Потом пересел на Lancer Radiator. И потом на Toyota. Я вам скажу. Subaru это машина. Короче, у тебя Subaru была. И сейчас ты снова Subaru будешь брать. Тоже буду брать Subaru. Только Subaru, ребята. И полноприводного. Вот так вот. А сейчас у него фунтик, фантик. Фантик. Маленький фантик. Но зато месительный. Там до хера место стоять. Ну а чего ты против него? Чего тебе не нравится? Все нравится. Мало. 1,3. Мало. А, не едет. Toyota не едет. Все, понял. Дизлайк. Сразу начинается. Subaru. Subaru. Да ты наклейку, наклейку. Продаем же. Subaru плео будет. Так, все. Снимаемся с этого места. И по этим ямам выезжаем на дорогу. Здесь вообще район 0,70 реально. Так, все. Так, все. Так, все. Вот так, все. А как будто я в детство попал. В свое. 79-й год. Дэн позитивный, да, с ним приятно общаться. Даже если трактор где-то перевернется, он будет катать. Вот приехали. Мерседеса греть 210-го. Какого года он у тебя? 98-го года. Просто закрыл уже. Ха-ха-ха. Я бы вам показал. Какие там? 19-й, 18-й? 18-й. Ну, два дня простоял, ребята. Не ставьте на автозапуск свои машины. Это может привести к плачевному состоянию. Хотя на улице 25 градусов мороза. Греется труба, там забита вся напрочь. Начинает дышать. Помаленечку, потихонечку. Такая тепловая пушечка, балушечка 20-ка. Просто подача теплого воздуха идет. Безопасная для отогрева автомобилей в наше время. И вот прошло 20 минут. После того, как мы запускали. Что-то пока труба не отошла. Греем дальше трассу. Теплотрассу. Посмотрим, что она покажет. Попробуем запускать. Вроде труба дышит. Но чего-то ей не хватает где-то. Непонятно. Ну, давай-давай-давай-давай. Вот она. Запустилась. Ёптой, блядь. Набежала там, угей. Что вам, ребята, говорил. Вот они, каточки. Прима, конечно. Приборочка на 210-м. В мерседесе, блядь. В принципе, панелька вся штатная. Сделано под дерево. Конечно, не хватает кожи рожи на сиденье. Самое главное, запустилась. Погазуй маленько. Вот. Дым черный. Черный. Ёптой, блядь. Давай-давай-давай. Ебать. Охуеть. Вылетает. Давай-давай. Там пиздос, бацаны. Что, блядь? Ёптой, блядь. Тащите тазик. С веником будем париться, блядь. Ёптой, блядь. Ёптой, блядь. Пошла мазута. Там пиздос. Можно, да, тебя снять? Снять. Снять. Пиздатель нашего Мерседеса, который поставил ее на два дня прогреваться, но все-таки тачка просто замерзла. Вот смотрите, ребята. Столько дерьмища просто вылетело оттуда. Зато растопили дно днища. Так что, вот такие дела, ребята. Мороз минус 25 градусов. 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 Морд gangси. Слока за минус 26 градусов.